Всем привет! Пятница, ура, конец рабочего дня! Показываю, что сегодня на мне. Муж очень мне нравится что-то другое. Всем привет! Сегодня начинаю снимать видео образа недели и начнем традиционно с понедельника. Начало недели тяжелый день, поэтому сейчас собираюсь в гости к подруге и решила надеть что-то необычное. То, что я не ношу каждый день. На мне шорты. Итак, сверху надета шуба. Это H&M еще прошлый год. Я не знаю, наверняка они есть еще в наличии. Это шуба в размере М. Сумка Weekend Max Mara. Под низ надета белая блуза с таким красивым кружевным воротничком. Это тоже H&M. Дальше вязанный шерстяной топ. Это Mango. Внизу надеты шорты такого же цвета, как и сапоги. Это фирма Vila. И на ногах сапоги Zara. Вы их уже тоже видели. Решила сделать такой контраст белого и коричневого, точнее молочного и коричневого, поэтому надела молочные колготки. Сюда можно было взять, конечно, какие-то телесные колготки нейтральные, но вот мне захотелось что-то подобное. Всем салют! Сегодня вторник. Уже вторая половина дня. Я пришла с работы. Сейчас поеду сделаю небольшие покупки. Сегодня у меня такой расслабленный образ. Сверху пальто Zara серое. Под низ надет черный худи от H&M. Так же, как и бежевые джоггеры на мне сегодня. На ногах черные лоферы. Это кожа H&M. Смотрится на ножки. Очень симпатично, кстати. И теплые носочки из Оливерс. Сюда. Образ получился таким немножко странным. Джоггеры и лоферы. Но сейчас так носят. И, в принципе, мне даже нравится. Очень даже стильненько смотрится. Много со временем. Сумка JW Anderson и кепка Kenzo. Всем приветик! Сегодня среда. Показываю, что сегодня на мне. Пальто в молочном цвете. And other stories. На сайте стояло, что пальто в белом цвете. Но на самом деле это не так. Светло-бежевый. Даже такой молочный цвет у пальто. Оно достаточно длинное. Я его брала в размере М. Дальше поверх пальто надет джемпер. Обычный бежевый H&M. Под низ надета водолазка в таком холодном бежевом цвете. Это Reserved. Я ее ношу не так часто, но она действительно теплая. И мне нравится цвет. Дальше сумка JW Anderson. Вы уже ее видели. Очки Tom Ford. Вы их тоже видели когда-то давно. Я долго их уже не носила. Дальше джинсы в молочном цвете прямого кроешь. Достаточно широкие. Это Zara. На ногах кроссовки Off-Flight. Мне очень нравится, что у них бежевая подошва. Они такие простые, универсальные и комбинируются легко с любым образом. Приветики. Сегодня четверг. Так спонтанно быстро после работы собралась, переоделась. Мне нужны чернила для принтера. Поскольку все магазины электроники, мебельные и другие магазины, кроме продовольственных, закрыты, можно купить эту вещь только там. Итак, мой спонтанный образ на сегодня. Пальто Zara. Джемпер с огромным воротом. Уж очень мне он нравится. Что-то другое я вообще такое раньше не носила и сейчас в полном восторге. Он такой светло-бежевый, даже совсем молочный. Это H&M. Сумка JW Anderson. Джинсы Mango. Вообще это джинсы-кюлоты, но при моем росте метр семьдесят они, в общем-то, смотрятся как нормальные джинсы. Мне нравится так. Они, в принципе, достаточно широкие, свободные и универсальные. Можно и с кроссовками, с лоферами, с ботинками с грубыми какими-то. Будет круто смотреться. На ногах кроссовки Off-White. И на мне теплые носочки, как вы видите, S.Oliver. Они действительно, по-моему, в составе там сколько-то процентов шерсти. Может, даже полсостава. Точно не скажу. Я на это особо не обращала внимания. Но в них реально тепло. Всем приветик! Сегодня уже пятница. Ура, конец рабочего дня. Наконец-то выходные. И сейчас мы поедем в магазин. У нас холодильник просто пустой. Нам всю неделю было некогда и лень ездить за продуктами. Поэтому сейчас будет конкретная закупка. Плюс еще надо кошке купить продукты, наполнитель для туалета и какие-то промтоварные вещи и так далее. В общем, короче, сегодня будем кататься долго. Итак, сейчас быстро пробегусь по моему образу сегодня. У меня волосы не такие чистые, поэтому целый день уже хожу с кичкой. Сейчас я переоделась и показываю вам свой образ. На мне пальто Entada Stories молочное. Шарф от бренда Embrace Studios. Этот бренд так просто где-то отдельно в именно вот этом именном магазине не купить. Он продается в Fashionnet. У нас в Германии есть такой магазин и онлайн-магазин. Есть, по-моему, в Англии. Короче, все ссылки я внизу оставлю, как всегда, в инфобоксе. Так что открывайте и смотрите. Так, дальше внизу кардиган тоже Entada Stories. Он шерстяной и, честно сказать, мне уже жарко. Он действительно теплый. Последнюю пуговку я решила расстегнуть. Он белый. Кстати, данный кардиган хорошо посмотрелся с моими джинсами Zara. Такого прямого кроя с синими. Я его вам показывала в каких-то двух или трех предыдущих видео с разными образами. Дальше на ногах ботинки грубые Zara. Вы их тоже уже видели. И сумка JW Anderson. Она сюда под цветовой гамме вписывается хорошо. Поэтому я решила ее оставить. Тем более удобно, чтобы руки были свободны. Ничего не мешало закупаться. Приветики. Сегодня суббота. Уже вечер. И мы решили спонтанно съездить в магазин. Купить что-нибудь вкусненького. Куда, как не туда еще ехать. У нас локдаун продлили до 31 января. И все магазины закрыты, кроме продовольственных. Соответственно, туда только и будем наряжаться. Скажем так. Итак, пальто серое Zara. Мне нравится, что у него стоячие плечи. Достаточно объемные. В таком стиле оверсайз. Длина пальто мне тоже подходит. Кстати, несмотря на то, что оно серое, оно достаточно универсальное. Можно и с бежевым цветом, и с коричневым надеть. Смотрится супер. Кепка Kinzo. Под пальто у меня надет белый худи. Это мужская линейка Topshop Topman. Серая сумка H&M. Одна из последних. Мне понравилась она своей трендовой формой. Это не кожа, но сумка очень вместительная. Поэтому за такие деньги на 1-2 сезона, я думаю, что можно себе позволить купить такую вещь. Тем более, что она универсальная. И правда, смотрится супер. Мне нравится ремешок у сумки. Его можно носить, как я сейчас, на плечо. Просто повесить. Или сделать длинным через плечо, как кроссбоди сумочку. Дальше переходим к низу. Внизу на ногах у меня черные брюки. Это тоже H&M. Лоферы кожаные также H&M. И несмотря на то, что у них достаточно большая, такая объемная громоздкая подошва, по крайней мере для лоферов, смотрятся они на ножке очень элегантно. Особенно в сочетании с полупрозрачными капроновыми носочками. В данном случае, как вы видите, в такую точечку. Смотрится очень стильно. И вообще, мне кажется, сегодняшний образ один из моих фаворитов. Я вот что-то подобное люблю. Вообще, я вам говорила в видео, что я не люблю черный цвет. Я его не ношу. Но, к сожалению, лоферы были только в черном. И я вот перед ними как-то не могла устоять. Черные брюки. Я на все оставлю ссылки. Я не знаю, будут они еще или нет. Я их вообще купила на распродаже. По-моему, за 7 евро, что ли. Можно было взять на один размер побольше. Но, в целом, я довольна. Всем приветик! Сегодня у нас воскресенье. Долго думали, чем же сегодня заняться. Будем валяться на диване или куда-то выйдем. И решили, а не съездить ли нам к родителям. Поскольку больше развлечений нет. Магазины сегодня закрыты. Продукты закупать не будем. Поэтому остаются либо друзья, либо родители. Решили сегодня все-таки вырваться к родителям. Итак, такой спонтанный лучок на сегодня. На мне молочное пальто Intada Stories. Достаточно теплое, кстати. Мне нравится, что оно длинное. Я его брала в размере М. Не знаю, как бы смотрелся С. Но, в принципе, М я довольна. Тем более, что я люблю объемные вещи. Такие оверсайз, поэтому мне комфортно в таком пальто. Дальше внизу надет плундер. Или, назовем его больше, жилет. Вязанный H&M. Под низ надетая рубашка с таким вот красивым воротничком нарядным. В принципе, можно использовать на каждый день такую рубашку. С джинсами. С теми же джоггерами можно использовать. С какими-то леггинсами. Будет круто смотреться. Дальше сумка Max Mara. Мой радикюльчик. Вы ее тоже уже видели. Внизу я вчера так вдохновилась черным образом. Черным низом. Поэтому решила сегодня продолжить. На мне расклешенные леггинсы. Это тоже H&M. Они достаточно тонкие. Поэтому это больше, наверное, такой летний или осенний, весенний вариант. Но поскольку мы будем в гостях, а не где-то на улице гулять, то вполне нормально. Дальше. Те же лоферы, что и вчера. Кожаные H&M. И мне, как я уже сказала, понравилось сочетание вот этого черного низа. Поэтому я решила что-то подобное тоже сотворить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!